В Татарстане появится платная автомагистраль. Санкции позволили развивать в России рынок морепродуктов. И как ужесточили ветеринарный контроль. Здравствуйте, в эфире новости экономики в студии Ренат Хуснудинов. В скором времени в Татарстане появится платная автомагистраль между населенными пунктами Алексеевской и Альметьевск. Платная автотрасса изначально была задумана как альтернатива существующего участка федеральной трассы Казань-Оренбург. Сейчас расстояние между селом Алексеевское и Альметьевском составляет 163 километра. А вот за это расстояние и придется заплатить тем, кто захочет прокатиться с ветерком. Максимальная скорость движения по ней составит 120 километров в час. Данная дорога станет составным участком международного транспортного коридора Европы-Западной Китая. Для начала надо вообще понимать целесообразность платных дорог в таких странах, как наши. Платные дороги эффективны, я считаю, в тех условиях, таких как Италия, в маленьких странах. И там, где дорогами, инфраструктурой пользуются не только жители конкретной страны, но и много приезжих. Если мы возьмем страны с большими протяженностью, такие как Америка, Китай, Канада, то платных дорог там единицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По итогам 2017 года в России объем производства устриц и мидий составил 1696 тонн. Лидером по производству является Крым. Безусловно, все эти продукты – дорогое удовольствие. Не менее затратным является и открытие подобного рода бизнеса. К примеру, запуск одной фермы по производству мидий обойдется инвестору в 15 миллионов рублей. С 1 июля начинает действовать информационная система «Меркурий», через которую будет проходить оформление ветеринарно-сопроводительных документов. В Татарстане ежедневно составляется 50 тысяч ветеринарных документов. А ввод новой системы позволит решить проблему подделки отчетности некоторыми недобросовестными предпринимателями. Некоторые нерадивые предприниматели, которые при получении ветеринарно-сопроводительных документов научились их подделывать таким способом, что в электронном виде, то есть на принтере их распечатывают же, отдают, а их стирают и заново все переоформляют уже на свой лад. А в электронном виде, уже когда будет вот это все через «Меркурий», там уже невозможно будет подделать из-за того, что у них определенный свой QR-код будет. Все можно будет посмотреть в электронном виде. Если даже какую-то подделу это принесут, она не сможет считаться и не будет видна в электронном виде. Татарстанские предприниматели работают добросовестно. В основном подделки выявляются у производителей из других регионов. На самом деле по Татарстану все не так плохо в отношении поддельных документов. Сейчас мы встречаем их максимум, наверное, один раз в два месяца. И они исходят не из татарстанских предприятий, а из других регионов, там, где не очень хорошо налажена работа по хранению данной документации. И, к сожалению, мы сталкиваемся не просто с подделкой, а с кражей бланков строгой отчетности. Система «Меркурий» позволит не только маркировать само сырье, но и продукцию, из которой она будет изготовлена. Таким образом можно будет отследить путь продуктов от поля до прилавка. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов, справок, поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». Приобрести квартиру в ЖНК было совершенно несложно. Ограничений по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили, и когда сдался дом, я въехала в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты. И самое главное, можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора ЖНК для меня является минимальный пакет документов, и я сам контролирую свой ежемесячный платеж. «Унистрой» города. Это были новости экономики. Смотрите нас каждый будний день на телеканале «Татарстан-24». С самыми актуальными комментариями от наших экспертов. Также мы рассказываем обо всем, что волнует татарстанцев. С вами был Ренат Куснудинов. Всего доброго, до свидания.